Фатеев Сергей Георгиевич, председатель правления фонда социальной защиты, поддержки и помощи ученых Украины, членов их семей. Такой фонд в Украине существует один, в Днепропетровской области, но участвуют в нем ученые с разных вузов Украины. В Украине существует он уже 16-й год. В каждом у нас в УЗИ создано отделение фонда, советы отделения возглавляют, ректора. И нужно сказать, что в тяжелейший период, о какой с наукой времени мало говорить даже не буду, сегодня практически это та часть нашей жизни, основные носители знаний, которые могли бы, так сказать, содействовать и помочь избавиться от массы проблем, в том числе оккупации своими правилами игры, потому что к нам, как вот в России сейчас идет движение, активно лезут наши огородцы со своими правилами игры, это самое опасное, что происходит сегодня. И у науки, так сказать, никто ничего не спрашивал, и мало чего, что может и наука предложить. Свои проблемы. Фонд существует, очень активно работает, к сожалению, ресурсов, как всегда. Ну, мягко сказать, недостаточно, но люди сами себе оказывают помощь. Об этом я мог бы очень много говорить. Сегодня, наверное, немножко о другом нужно говорить, потому что славянские народы, народы Руси Великой, имеют 10-ти, там, 30-ти тысячелетнюю историю, если так мягко сказать. Основной перевод – 12,5 тысяч лет где-то. И по самым разным мотивам, мотивациям пытаются на эту землю забраться, другие народности, другие племена, чтобы их покорить. Взять даже сегодняшний день, мы знаем, что в России природных ресурсов, сегодня только в России, в 10 раз больше, чем в Соединенных Штатах Америки, в 28 раз больше, чем в Европе. Сегодня идут самые разные войны. Война 1991 года, которую первое такое тяжелое сражение проиграл Советский Союз, она же не закончилась. Она продолжается дальше. К сожалению, поделили на 15 республик. Мы сегодня зафиксированы у американцев, как колонизированные страны, 15 республик, как и все остальные, там, 150 в мире, под чем протекторатом находимся. Сегодня эти данные можно посмотреть в движении в России. Федор Евгений, депутат Госдумы вместе с Путиным Владимиром Владимировичем. Значит, в этой части как бы стоять на стороне нельзя. Но самое главное, самое важное, что может сегодня помочь людям выбраться вот с того экономического положения сложного, наладить нормальное жизнеобеспечение, это вернуться к роду Божию, вернуться к общинам. Сегодня, если мы посмотрим закон о местном самоуправлении, настолько его красиво скрыли, спрятали, называют везде громады, громады общины, на самом деле таких структур не существует. Существуют органы, представительские советы, которые узурпируют по существу власть самого народа. То есть носителя первого права. И вот это общественное движение, которое украинский выбор, о том, что говорит Виктор Владимирович, очень толково и хорошо, спокойно и корректно, чтобы все-таки реально были воплощены те методы, принципы и систему орхоуправления, которые обеспечивают народовласти в стране. Как жить, как выйти из положения? Я вот давал книжку, есть такая, от экономики, самоучтожение к экономике жизнеобеспечения. То есть мы сегодня имеем определенный нравственный опыт. Все действует, соответственно, конкретной методологической формуле. Знание, понимание, действие. Люди сегодня почему так поступают? У них такие знания, такой нравственный опыт. А почему такое, такие знания? Поэтому наука сегодня может дать те носители, которые прошли рубеж тысячелетий, которые проверили, что называется, на собственной шкуре, каким образом можно организовать нормальное жизнеобеспечение, эти люди должны консолидироваться. И поскольку украинский выбор, он сейчас, на мой взгляд, выполняет функцию консолидации, и прежде всего, знания, носители интеллекта, того опыта, который есть, убрать нам нужно амбиции, которые там мало кто чего политически когда-то высказывал. Нужно объединяться. Первое, что освободить страну, перейти на свои правила игры, и нормально организовать жизнеобеспечение так, как мы это можем, как это делали наши предки. Народ Украины этого достоин.